Уже 13 лет они постоянные посетители Центра охраны материнства и детства. С рождения у Дениса нарушение функции почек. Сам ребенок, нефрологи, урологи и, конечно, мама проделали огромную работу. Сейчас осталась одна почка и на той осложнение. Врачи готовят организм подростка к серьезной операции. Ждет нас большая операция по пересадке почки. То есть ближайшим у нас будет пересадка почки. Пока еще держимся из последних сил, ну, будет. Семья ездит в Барнаул из Целинного района. С таким сложным случаем могут справиться только здесь. Нефрологическое отделение Центра охраны материнства и детства единственное в крае занимается больными с хронической почечной недостаточностью. Сюда поступают дети со сложными случаями. Таких за последние десяток лет стало меньше, потому что лучше работают врачи в поликлиниках, то есть на ранних стадиях. Да, обострений просто не доводят. Но все-таки в легкой форме болезни почек у детей стали появляться чаще. С каждым годом растет заболевание такими, как обменные нефропатии. Это наш образ жизни, наше питание. Ну и, естественно, это сказывается на том, что есть нарушение обмена, то есть минисолей, которые могут приводить к возникновению, то есть уже мочекаменной болезни. Совет родителям от нефролога, если обнаружили какие-то изменения в здоровье ребенка, срочно его к педиатру. А вот уже он пусть принимает решение. Самому ввести ребенка к профильному специалисту, аллергологу или лору, потеря ценного времени. А вот в случае с нашим героем врачам остается сделать правильные расчеты и как бы собрать систему очистки организма заново. А уже потом рассчитывать и собирать будет сам Денис. Он любит лего и мечтает стать математиком. Андрей Дриер, Дмитрий Денисов. День с толком.